Добрый вечер в эфире телеканала ЖТСУ. Время новостей. С вами Азад Жумаханов и Сурдоперевод Марата Жумабекова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кроме того, Талакурган станет центром притяжения туристов, а благодаря цифровизации жители и гости должны чувствовать себя в полной безопасности. Для достижения этих целей ответственными лицами из года в год воплощаются различные проекты и идеи. В общественном совете принимают участие общественники города, заместитель города Акима города и начальники отдела города Акимата. Согласно проекту, Талакурган в 50-м году будет чистым городом, с развитым туризмом и будет соответствовать всем мировым стандартам. Получить ту или иную государственную услугу можно между делом. Для этого создается множество приложений и работают сайты государственных структур. А как правильно воспользоваться необходимой услугой рассказали на ярмарке, прошедшей в городе Талакурган. В самом центре, на Арбате, ее провели 12 местных государственных органов и филиалов госкорпорации «Правительство для граждан». Жители получили необходимую консультацию в самых востребованных сферах услуг. Это медицина, земельные отношения, ЖКХ и миграция. Стоит отметить, что сейчас можно государственные услуги получать, не выходя из дома. Именно сегодня на ярмарке люди могут ознакомиться, каким образом это можно сделать. Одним из таких новшеств является телеграм-бот, через который люди в онлайн-режиме могут получить 25 видов государственных услуг. Там вы закачиваете, устанавливаете себе телеграм, далее в поиске вы устанавливаете, находите «Еговки» и «Зетбот». И после того, как вы уже закачали себе, там вы можете получить 25 видов справок и 25 видов услуг. Для этого вы должны, ваш номер, сотовый телефон номер, должен быть зарегистрирован в мобильной базе регистрации. Если он у вас не зарегистрирован, вы можете обратиться в ЦОН, зарегистрировать его у нас в ЦОН, либо же через личный кабинет с помощью электронной цифровой подписи. Также вы можете его прикрепить, ваш сотовый телефон. Тогда это получается, что вы через телеграм-бот можете получить 25 видов услуг, а через портал электронного правительства одноразовым паролем вы можете получить уже более 52 услуг. «Придя сюда на ярмарку, я для себя многое узнал. Например, я не знал, что справки можно получить через свой телефон. Я совсем недавно переехал с поселка Балпахпи. Вот мне специалисты сферы медицины подсказали, что мне нужно пройти регистрацию у них, и это я могу сделать в электронном формате». «Умные фермы» сразу 150 цифровых хозяйств откроют в 2020 году в Казахстане. Инновационный опыт применяется и в нашем регионе. Более 20 молочно-товарных ферм Алматинской области используют современные технологии, что непременно сказалось на общих показателях. За последние 4 года переработка сельхозпродукции увеличилась в 6 раз, а сегодня шитосутским земледельцам на семинар-тренинге представили дроны, умные датчики, анализирующие почву и состояние растений, систему автовождения «Тримбл» и многое другое. Таким образом, цифровизация работает на увеличении урожайности и продуктивности агропромышленного сектора. Сегодняшнее мероприятие направлено на технологии для внедрения точного земледелия, а также ряд представителей агробизнеса, которые уже внедрили элементов точного земледелия, которые уже имеют достижение в своих хозяйствах. Инвалиды Алматинской области получают некачественные протезы. Такую продукцию поставляют в рамках госзакупа. Об этом заявила на заседании общественного совета региона председатель общества инвалидов Ердлек и советник Акима Алматинской области по вопросам инвалидов Роза Ахжаркенова. Она предлагает пересмотреть закон о госзакупках в части поставки необходимых для инвалидов средств индивидуального пользования. Петицию направили в парламент Казахстана. Отметим, всего по Алматинской области более 60 тысяч инвалидов. Из них половина первой и второй группы. Также на повестке дня обсудили изменения областного бюджета и сферу государственных услуг. В сентябре ожидается тотальная проверка прозрачности по оказанию государственных услуг. Нужно пересмотреть и сделать предложение по усовершенствованию сферы госуслуг. Мужчина ударил оператора ЦОНА в Шымкенте. О ЧП рассказал директор департамента по связям с общественностью. Правительство для граждан Мураджу Мамбай на своей странице в Facebook. Передает закон.кизет. Он рассказал, что когда оператор попросил мужчину предъявить удостоверение личности, выяснилось, что талон на электронную очередь он получил по удостоверению своего знакомого. Удостоверение личности самого услугополучателя с собой не оказалось. Только его копия. Когда оператор отказался принимать документы на услугу без возможностей, мужчина стал и возмущаться, и требовать, чтобы его оформили по ксерокопии удостоверения. Еще раз получив отказ, он резко ударил оператора по лицу. Все это видели присутствующие в зале посетители и работники фронт-офиса. Руководитель ЦОН вызвал наряд полиции, услугополучатель – карету скорой помощи, ссылаясь на то, что у него поднялось давление. Сотрудники полиции прибыли оперативно, они приняли заявление работника ЦОНа и зафиксировали данные нападавшего. Это не первый случай. Аналогичный случай был в Нур-Султане в начале лета, когда мужчина, пытавшийся получить услугу за другого человека, также напал на сотрудника. Мост рухнул на грузовик в Павлодарской области. Видеозапись опубликовали в Инстаграм, передает закон.кизет. Инцидент произошел 23 августа близ поселка Пограничник. Судя по кадрам, бетонная конструкция накрыла грузовую часть автомобиля. Позже региональный филиал КАЗ «Автожол» сообщил подробности аварии. Так все произошло ориентировочно в 22.00 на участке реконструкции автодороги 1343-1297 км. Грузовик марки «Шахман», принадлежащий суд подрядной организации, допустил столкновение с балкой путепровода около села Пограничник, вследствие чего крайняя балка обрушилась. На место аварии выехали специалисты компетентных органов и руководство Павлодарского областного филиала. К счастью, обошлось без пострадавших. Движение автотранспорта восстановлено. Ответственные лица говорят, такое происшествие – большая редкость. Мы сделаем все, чтобы подобного больше не повторилось. В Козлардинской области врач присвоила себе лекарства для диабетчиков. Прокуроры выявили, что жизненно важные препараты не выдали пятерым больным. На медработников уже возвели дела, передает закон.кз со ссылкой на телеканал «Астана». Долгие годы о проблемах Аральского района умалчивали. Жители, больные с сахарным диабетом, всегда получали лекарства бесплатно. Купить их самостоятельно они не могут. Цена только одной упаковки виктозы стоит 45 тысяч тенге. Но врачи проблемы пациентов не волновали. Работница Аральской поликлиники присвоила сразу 35 коробок, оставив людей без жизненно важных препаратов. В район с проверкой нагрянули прокуроры. Выяснилось, что врачи хранили лекарства почти на полмиллиона тенге, когда больные нуждались в помощи. Все причастные к делу медицинские работники понесли дисциплинарное и административное наказание. Идет расследование. Лучшего полиглота среди молодежи выбирали в Алматинской области. Олимпиада Тельдарен. Этого года прошла в рамках традиционного фестиваля языков. Цель мероприятия – поддержка талантливой молодежи, владеющей тремя языками. Воспитание языковой культуры, формирование уважения к языкам и культуре других народов. Участникам состязания предстояло выполнить четыре задания. Это раскрыть содержание и тему текста на казахском, русском и, соответственно, английском языках, сделать синхронный перевод текста, написать в пресс-конференцию и эссе на заданные темы. По решению жюри первое место присуждено Жадре Байназар из города Капшигай. В октябре она поедет в Шумкен, чтобы защитить честь Алматинской области на республиканском конкурсе. Эта Олимпиада у нас проводится ежегодно. Сюда приезжает очень одаренная молодежь. Они прекрасно владеют тремя языками. Я думаю, это будущее нашего Казахстана. И в Туманном Альбионе знают о казахских степях. Британский путешественник и писатель Джон Масси Стюарт презентовал толкурганской публике автобиографическую книгу «Томас, Люси и Алатау. Приключения Аткинсена в Сибири и казахской степи». Произведение о семье известного архитектора и путешественника, первобританца, посетившего Казахстан, Томаса Витлама Аткинсена, выпущено в прошлом году в Великобритании. Для оценителей истории Великой степи это хорошая возможность вспомнить историю мальчика по имени Алатау Тамшабулак. Он родился в семье Томаса и Люси во время путешествий у родника Тамшабулак Аксусского района. Мероприятие было организовано Управлением внутренней политики Алматинской области в рамках госпрограммы «Рухани Жангарок». Во время нашего пребывания в Казахстане нас встречают с распростертыми объятиями, радующим и большим гостеприимством. Мы воочию убедились в том, что когда-то писал наш предок «Казахстан – прекрасная страна с отзывчивыми людьми и невероятными природными красотами». Подающие надежды мастера-опера Алматинской области призывают житесусов знакомиться с трудами начинающих писателей и поэтов региона. Такое заявление они сделали в ходе встречи с посетителями городской центральной библиотеки имени Сакина Сейфулина. Как считают известные писатели, в трудах молодых дарований читатели смогут подчеркнуть много интересного для себя, а также взглянуть на этот мир с другой стороны. Помимо этого, мастера слова высоко ценят фантазию своих юных наследователей. Необычные обороты и захватывающие сюжетные линии привлекают большое внимание любителей книг. По мнению спикеров, сильна молодежь и в лирическом жанре. Каждое произведение поэтов дает пищу для размышлений и заставляет задуматься о реалиях жизни. Стоит отметить, что подобного рода встречи с читателями будут производиться не раз. Следующая пройдет 23 августа на набережной реки Каратал. Писать я начал со школьной скамьи и позже, закончив учебу, познакомился с известными поэтами и писателями ЖТСУ. Они меня многому научили и по сей день оказывают помощь. Спасибо им за это. Также хотелось бы выразить большую благодарность руководству области. Сейчас в нашем регионе очень активно поддерживают молодых писателей и поэтов. Известный композитор и баянист Агайша Исагулова провела благотворительный концерт для пациентов лечебно-оздоровительного центра Каратал в Искельдинском районе. Народная артистка исполняла свои авторские песни, в том числе известную балладу «Кокпар». Зрители подпевали и хлопали своей соотечественнице. Более ста пациентов в санаторе остались в восторге от каждого выступления Исагуловой. На данный момент участница и лауреат многих республиканских и международных фестивалей, а также конкурсов пишет новые песни. Как признается исполнитель, стареть некогда. Хочется радовать своими произведениями все больше и больше людей. Она тоже могла бы здесь отдыхать просто так. И то она здесь дает концерт благотворительный. Значит, все отдыхающие и приехали из ближайших сел, все довольны. Так что долгих лет жизни, здоровья нашей землячке. Видеть мир в ярких красках, невзирая на темноту. В Талакургане организовали праздничный концерт для слабовидящих и слепых людей. В мероприятии приняли участие порядка 50 человек. В чувстве полноценности и теплое живое общение – главная цель торжества. Всего по Алматинской области порядка тысячи незрячих и слабовидящих людей. Всем им оказывается государственная поддержка в плане трудоустройства и социальных льгот. Мероприятие проводится в рамках Международного Дня Слепых. Проведение каких-то мероприятий, которые направлены на реабилитацию этих людей в обществе, оно помогает им больше раскрываться, помогает устраиваться на работу. Лидерские качества, качества бизнесменов – все в рамках проекта. Мы проводили мероприятия, которые направлены на обучение инвалидов со слабым зрением. По меньшей мере, четыре человека, в том числе двое детей, погибли в четверг в результате удара молнии в группу туристов на горном массиве Гивонт в юге Польши. Более ста получили ранения, сильные ожоги и травмы. Местные власти организовали спасательную операцию. Несмотря на реанимационные мероприятия, не удалось спасти 12-летнего мальчика. Пострадавшие были доставлены на вертолетах в больницу курортного города Закопаны. Также сообщается об одном погибшем туристе из Чехии на словацкой стороне Татар. Его спутница получила серьезные ранения. Пребывание на Гивонте во время грозы считается опасным, поскольку установлены там памятные. Металлический крест притягивает молнии. Опасность представляют и металлические цепи, которым огорожены туристические тропы в районе горы. Утром в четверг погода в Татрах была солнечной и ничто не предвещало начало грозы. Несмотря на предупреждение синоптиков, в этом районе оказалось достаточно много туристов, которые понадеялись на то, что установившаяся с утра хорошая погода не испортится. Жилые массивы похожи на трущобы, неустроенный быт. Северные регионы Венгрии – беднейшие в стране. Вариантов для трудоустройства в этом районе мало. Чтобы прокормить семью, некоторым приходится проделывать путь в 100 километров и больше работать в несколько смен. В Венгрии порог бедности официально установлен на уровне 84 вариантов – порядка 256 евро. Но средний доход малообеспеченных граждан на 25% меньше. Помощь нуждающимся здесь оказывают некоммерческие организации. Глава одной из них убежден в том, что проблема бедности может быть решена только путем повышения уровня образования и создания рабочих мест. Разрыв в доходах населения характеризует медианный показатель риска бедности. Среди стран Евросоюза самый высокий его уровень в 2017 году был зафиксирован в Румынии – самый низкий в Финляндии. С того года, по данным социологов, разрыв Венгрии начал увеличиваться. Тем временем представители одного небольшого по численности слоя венгерского общества становятся все богаче. Стремительный рост рынка элитной недвижимости в Будапеште – тому доказательство. Франция, Германия, Ирландия, Люксембург, Португалия и Румыния заявили о готовности принять 356 мигрантов, находящихся на борту «Ошен Викинг», судна неправительственных организаций, СОС, Медитаренс и «Врачи без границ». Как пояснили в Твиттере, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, ни один из подобранных в Средиземном море 19 дней назад мигрантов не останется на острове. Мальта станет лишь местом высадки для пассажиров «Ошен Викинг», которых после распределят заинтересованные государства. Ранее представитель «Врачей без границ» заявил, что на борту осталось продовольствие всего на 4 дня, включая сегодняшний. Среди 356 пассажиров «Ошен Викинг» в высадке ожидают 4 женщины и 5 детей в возрасте от года до 6 лет, а также около сотни несовершеннолетних, большинство из которых путешествует без сопровождения взрослых. Во вторник также после 9 дней ожидания на итальянский остров Лампедуза высадились последние из 147 мигрантов с борта другого судна неправительственной организации проактива «Опен Амс». Турнир памяти по настольному теннису прошел сегодня во дворце спорта «Жастар». Соревнования посвящены мастеру спорта Республики Казахстан по данному виду спорта неоднократному чемпиону Алматинской области Бахату Садыкову. Турнир, ставший уже традиционным, проводится в пятый раз. В нем приняли участие 50 человек. Из года в год растет интерес к настольному теннису у молодежи и количество спортсменов. Также есть сборная, которая играет в республиканском масштабе. Напомним, Бахат Садыков скончался 25 августа 1974 года. В селе Алдобергенов из Кельдинского района в возрасте 30 лет. Сегодня очень приятно видеть, что проводится турнир в честь памяти Бахата Мангельдиновича, который с самого детства занимался настольным теннисом и показывал очень высокие результаты. Он один из лучших и ведущих был теннисистов Алматинской области. Я всегда поражался его игрой и всегда это будет моей большой памяти. У меня на этом все. Спасибо за внимание. Встретимся в понедельник. Редактор субтитров А.Семкин